Глава первая. Путешествие во времени из 20 в 21 век. Чтобы идти в будущее, надо избавиться от прошлого. Форест Гамп. Когда мне было 17 лет, я начал заниматься бизнесом. Первый мой бизнес был связан с поездками в Польшу. Мы покупали там разные вкусности, привозили, продавали их на рынке, зарабатывали какие-то деньги, перепродавали кассеты, видеокассеты, аудиокассеты, BASF, Panasonic, Sony, и также зарабатывали на этом деньги. Моя деятельность, несмотря на то, что я был студентом и учился на факультете прикладной математики, так или иначе касалась продаж. Мне это нравилось. Уже к пятому курсу, тогда мне исполнился 21 год, у меня была своя компания, занимавшаяся стройматериалами, и я сотрудничал с достаточно крупными предпринимателями Белоруссии, например, с Красносельским цементным заводом, различными предприятиями, производившими тротуарную плитку и другую продукцию. К 23 годам я возглавлял департамент по реализации спиртных напитков в крупнейшей фирме, имел большую трехкомнатную квартиру в Минске, хорошую новую машину BMW 7 серии. В общем, заработок не только позволял жить безбедно, но еще давал возможность развивать бизнес и открывать новые направления. Отступлю немного от своего рассказа. Моя семья — это семья врачей. Мама врач, папа врач, сестра врач, ее муж врач, и я всегда шучу, что один я пошел не туда. И как-то мой папа, сидя на кухне, мы обедали всей семьей, спрашивает меня, «Игорь, а чем ты занимаешься?» Я говорю, «Ну как чем? Продажей, импортом, спиртных напитков, вин, привозим, продаем». Он на меня смотрит, поднимающий кивает головой, а потом говорит, «Слушай, ну ты же по диплому математик-программист. Когда ты на самом деле займешься серьезным делом?» И знаете, с одной стороны, мне было так горько и обидно, что мой отец меня не понимает и не хочет понять. Но, с другой стороны, я хорошо понимаю его сейчас, потому что в глазах многих людей, и особенно представителей таких специальностей, как инженер, врач, юрист, продажи — это что-то временное, где можно просто пересидеть. Действительно, проведя много исследований и опросов, я пришел к выводу, что и по сей день многие несерьезно относятся к профессии продавца и продажника в целом, унижая ее и не придавая ей большого значения. Часто мы слышим, «А, ну, не поступил в институт, не может пока работу найти, так пусть пойдет что-нибудь попродает, побывает продажником». Нет, друзья, так не бывает. К продажам нужно относиться серьезно. Почему? Об этом говорит история системы товарооборота в мире за последние сто лет. Итак, давайте окунемся в историю, прежде чем сделать вывод о том, почему старые методы продаж не работают, а также посмотрим, что представляет собой система, в которой обращаются товары, продукты, услуги. Что ими движет и является ядром, вокруг которого все танцует. 100-120 лет назад таким ядром были производства и те, кто умел производить. Самый известный пример — Генри Форд, создавший модель Т, машину, достаточно дешевую в производстве и имевшую доступную цену. Ее сразу же стали покупать, она не нуждалась в рекламе. Если в те времена ты мог произвести что-то уникальное, то становился чемпионом мира, и это длилось довольно долго, вплоть до окончания Второй мировой войны. После нее производство шагнуло вперед. Ведь, как это ни печально, войны значительно развивают производственную базу, технологии. Производить научились многие, однако возник дефицит финансов. И вот тогда уже стали развиваться финансисты. Произвести продукцию или придумать услугу стало недостаточно. Нужны были деньги для развития не только производства, но и систем, где покупатель мог бы взять эти товары и услуги. Конкуренция росла, технологии развивались, и бразды правления миром продаж вырывали финансисты. А теперь посмотрим, что в мире поменялось в 1980-е, и что по сей день правит нашей Вселенной. В России и странах СНГ, в Восточной Европе, революция системы продаж случилась немного позже, примерно в 2000-х. Думаю, что причины объяснять не надо. Производить научились многие, технологии стали доступны и открыты, конкуренция огромная, в финансах тоже нет дефицита. В это время на Олимп взбираются те компании, которые сумели выстроить систему продаж и маркетинга. Тем, кто ругает продажников и считает, что это не профессия, я всегда задаю один и тот же вопрос. А что бы вы покупали, если бы не было нас, людей, доносящих до вас информацию о продуктах и услугах? Грамотный продавец сегодня обязан обладать двумя основными качествами. Уметь вести переговоры и владеть маркетинговыми знаниями. Да-да, именно так, друзья. А тот, кого мы называем монстром продаж, умеет классно делать и то, и другое. Не спешите бросать в меня камнями и спорить. К концу книги я уверен, вы хотя бы и частично со мной согласитесь. Сегодня производить могут многие. И не обижайтесь на меня те, кто считает, да ну он несет полный бред, я что-то изобрел, я и произвожу. По статистике, 90% идей не доживают до финальной реализации именно потому, что нет хорошей, правильной системы сбыта и маркетинга. Поэтому, прежде чем начать любое дело, обращаюсь и к руководителям, и к тем, кто занимается продажами. Нужно подумать, как, кому и зачем вы будете продавать товар или услугу. Приведу примеры с своей практики. В этой книге я буду использовать много примеров как из своей практики, так и из практики моих клиентов. В середине 2000-х годов мой босс, впоследствии мой партнер, еще с одним моим другом и партнером, заключили договор, где я был связующим звеном о строительстве в Минске пивного завода, пивзавода. Хочу отметить, что мой друг и партнер Виталий Бобрович производил классное пиво «Бивер», известное, наверное, на всю Беларуси. Это было крафтовое пиво, пользовавшееся популярностью из-за своих шикарных вкусовых качеств. Я познакомил этих людей друг с другом, и они решили организовать завод по производству бутилированного пива. Но с чего же начали? Оба они, будучи ребятами амбициозными, сразу стали продумывать, как производить пиво, где взять ресурсы на его производство. Когда я во время одного из совещаний робко задал им вопрос, «Ребята, а давайте подумаем, как будем его продавать», то получил однозначный ответ, «Игорь, ну что ты лезешь? У нас будет такой продукт, за которым покупатель сам придет». Не пришел. Проект провалился ровно через год после того, как запустился, принеся обоим партнерам огромные убытки. Так вот, друзья, сегодня вращает планета именно система продаж, то есть переговоры плюс маркетинг. Если вы хотите быть в центре этой системы, вам нужно наращивать соответствующие компетенции. Причину того, почему старые методы продаж сегодня работают хуже, мы детально разберем в следующих главах. Сейчас лишь коснемся основной причин. В 80-е и 90-е годы, когда я начинал бизнес-карьеру, у нас был дефицит информации, а сегодня мы знаем слишком много. Существуют огромные потоки информации, мир ускоряется до безумия, использовать сейчас старые методы продаж, опираться на книги, написанные в 90-х-2000-х годах и на их современные обработки, равносильно тому, как выехать на автобан на лошади и пытаться обогнать спорткар. Решайте сами. Нужен ли вам ваш красивый и быстрый конь на автобане? Итак, друзья, вперед! Будем наращивать компетенции успешного переговорщика и становиться монстрами в продажах. В добрый путь!